Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра FK Arena И в этом выпуске я расскажу вам об обновлении версии клиента до 1.50.02 Что же здесь такого добавили? Чем примечательно будет новая игра? По сути, просто улучшили всё, что было Улучшили новых героев, что-то добавили И вот об этом более подробненько я сейчас вам и расскажу Ну, начнём, пожалуй, с того, что добавили нового героя лесовичков То есть, Пиппа Более подробно, конечно, делали о нём обзор в предыдущих видео Но вот замечание такое было в плане перевода В английской версии, вот, четвёртый навык на втором уровне Трактовался немного иначе Здесь написано, что Пиппа не может использовать эту способность, если она стоит в центре заднего ряда Но в английском варианте было так, что если Пиппа стоит в центре заднего ряда То она не будет забрасывать своих союзников Ну, то есть, телепортировать астральным переходом своих союзников на головы противника Вот так вот То есть, именно об этом стоит знать Ну, с героем всё понятно То есть, можно посмотреть более подробно в другом видео Но что же здесь добавили ещё? Что здесь прям вот совсем вот новенького добавили? Добавили, конечно же, артефакт класса Ну, давайте, например, нажмём на такого перса, как Нара Артефакт для воинов Пока ещё у меня он не открыт Вот так вот выглядит этот артефакт Чауш Брингер То есть, примерно переводится как Приносящий хаос Что даёт этот мега-артефакт? Когда герой впервые использовал особую способность два раза Противникам, стоящим перед героем, наносится 180% урона по области При этом ускорение героя повышается на 10 очков А вытягивание жизни на 8 Ну и можно прокачать, соответственно Так сказать, открыть вторую особенность этого предмета И докачать немножечко параметры Причём, насколько я понял Ускорение и вытягивание жизни Оно будет действовать до конца боя Боя ведь не указан Не указан период времени И опять же, атака и меткость Будет повышена на втором уровне этого клинка Там, по-моему, сколько звёздочек нужно Три звёздочки, да, нужно получить Чтобы разблокировать второй уровень Но где же брать этот артефакт? Взять мы его можем вот в таком вот событии Тёмный лес, вершины времени И божественные испытания Каменные поля Божественные испытания, каменные поля Вот доступны нам после прохождения 28 главы Раз И после завершения на 100% приключения Каменные поля в воздушном шаре путешественника То есть вот это вот нужно Выполнить Прогулочку, да, то есть путешествие По каменным полям И тогда уже приступать К божественным испытаниям Как правило, если мы выполняем Ну, скажем так, не совсем так, чтобы на максималку Да, то есть не на 40 пунктов А на 32 пункта, если мы выполняем Задание, то соберём этот артефакт на три звёздочки Без проблем, то есть сразу же его и прокачаем Артефакт удобный чем? Тем, что он, во-первых, даёт перекачку Ну, то есть наши герои будут подхиливаться Особенно удобен будет этот артефакт для класса воинов И для фракции Громил Под Хасаса Который и так увеличивает уже вытягивание жизни Тут мы ставим ещё и артефакт И тогда наши герои будут подкачиваться Ещё быстрее и ещё сильнее Ставить этот артефакт, к примеру Для фарма боссов На того же Сауруса Ну, тоже, как бы, такой сомнительный момент Почему? Потому что Саурус через минуту Получит уже 20% бонус к урону И так же стартанёт С уроном в десяточку Под Мечуганом, да? Поэтому здесь тоже сомнительный момент Стоит ставить Для фарма не стоит Но артефакт, безусловно Хороший, приятный И я вижу его использование Как я уже сказал На Громилах это уж точно Что же касается других вот изменений Таких вот мелких и не очень Это, конечно же, добавлена новая глава Компании Ну, то есть 38-я И снижена Вот давайте карта мира И снижена Сложность Глав с 31-й по 37-ю Так, что у нас? Где там 38-я глава наша? Пам-пам-пам Шепчущий разлом Очень удобная схема Кстати, добавлять главы Да, просто убираем Туман войны И появляется Какая-то новая локация Ну, здесь вроде как Остров уже, да, такой Очерчен Добавлять, наверное, на этот остров Ничего не будут И следующие главы Пойдут, по всей видимости Уже с какого-то нового острова Или вообще Какого-то нового Прям Новой карты Не знаю, как будут Выкручиваться разработчики Но в целом Идея хорошая То есть 38-я глава Уже добавлена Шепчущий разлом Теперь Относительно того Что Что же еще добавили Значит, что добавили Новые Ачивочки Да Для получения Различных этикеток То есть За выполнение этих заданий Новые свершения Мы получаем Новые наклейки И значки Ну, как бы Так себе В принципе Ну, приятно получать Да, там Какие-то кристальчики Часто закидывают Но в целом Это не самое Интересное Интересный момент Добавили в старую повозку То есть Называется Как замена Небесного Или подземного героя Как она будет работать Значит, заходим В старую повозочку Сюда Так, так, так Вот здесь вот Здесь, смотрите Вкладочка Замена героя Что же она дает Как только вы достигнете Максимального уровня Вознесения небожителем Или демоном Дублеры этого героя Будут считаться лишними Чтобы лишнего героя Можно было обменять Он должен иметь Элитный уровень Вознесения Если у героя Уровень вознесения Уже выше элитного То его сначала Необходимо восстановить То есть Что мы делаем Как можно использовать Эту особенность На мой взгляд Это прям вот Вообще Мощная фишка И как ее использовать Ну, например Берем, значит Собираем Укуна Или же Собираем Флору В магазинчике Вот здесь вот Ее вымениваем Во всю Эта фишка Вот, допустим Собрали Собрали мы Укуна На 5 звезд И потом Остальные Карты Когда мы будем Выкупать Мы сможем Обменять их На любого героя То есть Допустим Дэймона Того же будем Сфармить Изольда Там Пепочку нашу Которая Пипа Также Можно будет Обменивать Или же Из турнирного Магазина Выкупаем Флору Также Качаем Ее На 5 звездочек И потом Меняем Ее карты Почему Не Аталью Или к примеру Эйзиша Да потому что Стоимость Такого героя Гораздо выше Чем остальных И понятное дело Это будет Невыгодно Но в целом Это возможно То есть Я представляю себе Именно так Этот момент То есть Докачай Теперь На Твинасике На своем Укуна До 5 звездочек Сразу Как только Соберу Новых героев И Артура И тогда Буду фармиться Гораздо Быстрее Пойдет Фарм Прокач Других Героев Очень удобная Фишка Но опять же Работает Только после Сбора Небесного Или подземного Героя До 5 звезд Что конечно Немножечко Огорчает Ведь Копий Для сбора Такого героя Нужно 24 Очень Очень Много Согласитесь Можно Очень Долго Копить Так Что еще Добавили Значит Добавили Новое Чудесное Путешествие Которое Стартанет На тестовом Сервере 11 Месяца То есть 12 11 12 Ноября Ну а основные Сервера Соответственно Появятся Через пару дней Где-то 14 15 Числа Уже Станет Доступна Новая Экспедиция Не экспедиция Новое чудесное путешествие Смертельные Болота Ну здесь Все понятно Что-то будет Интересное Что-то будет С хорошими призами Скорее всего Что еще Добавили Добавили Туманную Долину То есть Туманная Долина На тестовых Серверах Начнется С 3 Ноября Ну на основах Соответственно На пару дней Позже Но самое главное Что вот Добавили Это конечно же Экспедиции В бездну На тестовых Серверах Она уже Стартанула То есть 30 Еще вчера Запустили Доступна Для игроков Которые уже Прошли 15 Главу И соответственно Там всякие Разные варианты Регистрации Но при этом Эту самую Экспедицию В бездну Немножечко Изменили То есть Старую Карту Заменили На новую А так же Добавили К ней Новых Боссов Новая Карта Обладает Новым Механизмом Связи Душ Который Связывает Двух Боссов Вместе Причем Один Босс Может Пострадать От урона Полученного Другим Боссом То есть Какая-то Такая Хитрая Схема Вообще Ну Типа Как Близнецы Наши Герои То есть Бьют Одного А Страдают Типа Все В связи С внедрением Новой Карты И Боссов Этот Сезон Будет Рассматриваться Как Бета Сезон Таким Образом Не Будет Никакой Таблицы Лидеров Или Наград Ополченцев За Этот Сезон Награды За Личные Титулы Остаются В силе Как И Прежде Будем Получать 20 Астрак И Различный Вариант Наверное С Кристальчиками За Регистрацию Необходимо Будет Просмотреть Описание Уже В самой Экспедиции И Скорректированы Значения Благословенных Реликвий Способности Концентрация Двойной Удар И Перезарядка За Спецификой Также Нужно Будет Просматривать Уже В самой Экспедиции И Напоследок Оставил Самое Сочное Самое Интересное Это Конечно Изменение Баланса Различных Героев Так Вот Значит Есть Такой Интересный Момент С этими Наборами Мебели Ребята Подготовились Уже сделали Правда На английском Варианте Пока Но Что здесь Добавлено И что здесь Изменено Собственно Попали Под раздачу Пять персонажей И они Скажем так Улучшились Как выглядит Фишка С этими Способностями Значит Со способностей Эти Приобрели По большей Мере На первом Уровне Уже стали Такими Как были Раньше На втором Наборе То есть 9 из 9 К примеру Толена Вот смотрите Второй вариант Да у нее был То что было Толена Наносит 110% Урона По облачности В секунду И враги Которые находились Рядом Получают 60% Урона Теперь Эта способность Стала доступна Уже На Первом Уровне Ну давайте Уже наверно Вернемся В игру Там будет Этот момент Нагляднее Просматриваться Он Баррел Фил Короче Что здесь происходит То есть Если На поле боя Есть союзники У которых Уровень Здоровья Меньше Чем У Толены То есть В процентах То есть Шкала Здоровья Ниже Чем У Толены Тогда Толена Сбрасывает Себя 15% Текущего Здоровья И преобразует Его В щит Который Держится Бессрочно Как это Она делает При ультимативной Способности И если Щит Будет Превышать 10% От ее Максимального Здоровья То есть Вот эта Переработка Вся пройдет То Также Активируется Эффект Метеоритного Дождя То есть Очень Крутая Тема Эту Способность Можно Использовать Каждые 5 секунд То есть Прям Будет Бомбить И бомбить Фишка От Метеоритного Дождя Может Кто не Помнит То есть Наносит Удар Одной Цели Вот И при этом Еще Преобразуется В здоровье То есть Какой-то Эффект Перекачки Происходит То есть Толена Так Подхиливается То есть Очень удобная Фишка Так Кто у нас Там Еще был Еще был У нас Там Хасас Так Давайте Его Найдем Хасас Красавчик Эксклюзивная Мебель То есть Если раньше У нас Были Наборы 3 из 3 И 9 из 9 2 перка То теперь Их Объединили В 1 Теперь Получается Когда Хасас Стоит В заднем Ряду Его усиление Критического Урона Повышается На 25 очков За каждого Живого Союзника На передней Линии Если Хасас Стоит В переднем Ряду То урон Получаемый Союзником В заднем Ряду Снижается На 20 Процентов На 22 То есть Тема Очень хорошая Кто у нас Еще добавляет Такие фишки Еще такую фишку Добавляет Именной Предмет У Стрильда То есть Тоже Снижает Урон Союзников Заднего Ряда Пока Стрильда Жива Затем Через 5 Секунд После того Хасас Начинает Использовать Свою Особую Способность Эффект Способности Концентрация И всемогущий Войн Повышаются Независимо От прежних Требований То есть Тоже Круто То есть Персонаж Становится Гораздо Сильнее Давно Пора Было Усиливать Громил И Хасас В этом плане Один из первых Таких Вот Войнов Которого Действительно Стоит усиливать Так как Его Можно Еще Ставить И в Другие Пачки Ну В некоторых Случаах Конечно То есть На начальной На средней Компании Уж точно Так 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 Торан Теперь Смотрим Где же Наш Мистер Торан Таран Таран Вот он Красавчик Тоже Получил Усиление Ну Здесь Не так Сочно Как у других Героев То есть Что у нас Получилось Первый Только Перк Изменился Добавили Особенность Что те Враги Которые Притянутся К Торану Вот И будут Оглушены Способностью Воскрешения Торан Восстановит 5% От своего Максимального Здоровья За каждого Такого Противника То есть Максималочка Получается У нас 25 Как бы Расчетно Что все Притянулись Никого там Призванных Не было То Торан Восстановит 25% Здоровья Ну в целом Так Интересно После возрождения С помощью Способности Торан Восстанавливает 150 очков Энергии Но эта фишка Как была Так и осталась То есть Такой момент Тоже спорный Как бы Стоит качать Не стоит То есть Если есть Лишние карты То вкачать Можно А если Лишних Конечно же Нет То Есть Смысл Качнуть Кого нибудь Другого Далее Грежул У нас еще Качнулся Где же Он там Делся Тоже Маскируется Так Грежул Эксклюзивная Мебель У него Произошла Замена Второго Навыка Вот этого Мебельного Набора То есть 9 из 9 Бойные скелеты Призванные На поле боя С помощью Любой способности Получают Эффекты Теневого Щита Очень Интересная Отпишка То есть Когда он Призывает Обычного Даже скелета Своего То есть За время Которое Дает За 7,5 секунд К примеру После прокачки Хорошей Именного Артефакта Этот Воин Будет Сразу Со Щитом Призываться И Соответственно Проживет Гораздо Дольше Остался Последний Герой Которого Качнули Именно Вот Как Измена Сделали Навык Это Раз И Это Очень Удобно В начале Боя Когда Идет Позиционный Обмен Ударами Кто Кого Вольнет Тот И победил И Здесь Сразу Колпак Накидывается На всех Героев То есть Как Люций Накидывает Щит Или Немора Так И Ларсан Будет Всех Сразу Брать Под Своё Крыло Способность Хорошая Интересная Но Опять же Стоит Она 9 из 9 Кар Карт Или Нет Здесь Уже Нужно Смотреть По Состоянию Лишних Карт То есть Так же Не стал Бы Прям Сразу Брать И Прокачивать Этот Набор Ну Что ж Друзья А на этом Пока Все Если Вам Понравилось Это Видео И Информация Стала Для Вас Полезной То Обязательно Ставьте Лайк И Подписывайтесь На Наш Канал А будут Вопросы Пишите В Комментариях И В нашей Группе Вконтакте Ссылочка На Группу Будет Прикреплен На Комменте И В Описании К Этому Видео Пока Пока И До Встречи В Новых Выпусках